Так, всем привет! Сегодня я решил записать очень-очень короткое видео, я немножко изменил тут, в общем, я решил записать видео по Substance Designer и именно по одной всего ноде, вот этой вот, Pixel Processor. То есть у меня несколько раз было неудачно и очень, я уже не помню сколько раз, попытки сделать стрим, но почему-то мой компьютер отказывается, в общем... Ну, может не мой компьютер, но, в общем, YouTube, короче, тормозить начинает, изображение падает, общаться с пользователями невозможно, то есть, кто смотрит это видео. И по прошествии многого времени, вот я дождался, пока мои тут уедут, и поначалу я хотел сделать маленький обзор Substance Designer, но понял, что в интернете по начальным этапам этого, то есть, полно. Вот, и я решил сосредоточиться только на Pixel Processor в этом видео. Я немножко коротко так расскажу о Substance Designer, кто не знает. Вот, так что заранее прошу прощения. Если что-то будет непонятно, я лучше допишу либо видео, либо отвечу на ваши комментарии под этим видео, либо пишите мне в Дискорде, там у нас есть специальный канал по Substance Designer, я все ссылочки приведу. Итак, у нас Substance Designer, это программка для генерации текстур, именно процедурных, то есть, здесь все будет у нас работать процедурно, любой параметр на каждом этапе можно поменять. То есть, это называется неразрушающий, по-моему, неразрушающийся процесс. В общем, он есть и в моделировании, есть, а, non-destructive, если по-английски, вот. Он есть и в моделировании, есть и в текстуринге. В моделировании это у нас параметрические объекты, то есть, вы можете на любом этапе вернуться обратно, что-то подкорректировать и так далее. В текстуринге это то же самое. То есть, вы можете вернуться на любую ноду, подредактировать ее в какие-то параметры, и она, соответственно, по всем веткам вот этим пойдет дальше. То есть, вот этот сигнальчик, и он будет менять все остальные параметры в текстуре. И на выходе вы получите уже какую-то измененную текстуру, либо часть ее. Так, у нас, собственно, дизайнер позволяет создавать именно текстуры, потом позволяет создавать так называемые MDL-материалы. Это такая новая какая-то парадигма. Вот есть у нас, по-моему, металлькрафтнес и, как еще там, спекулерглосснес. То есть, вот эти два, скажем так, рендерера, которые сейчас, если вы делаете в одном редакторе, они могут немножко отличаться в другом редакторе. Хотя некоторые говорят, что они не должны все это отличаться никак, никакие параметры и так далее. Но вот MDL, это, по-моему, разработка NVIDIA, если я не ошибаюсь. То есть, это называется Material Dynamic Library. Или как-то вот так вот она, что-то в этом роде. В общем, это единый процесс будет. И если вы вот этот материал делаете, например, в Substance Designer, он будет точно прям один пиксель к пикселю отображаться, там буквально маленький фотончик к фотончику будет отображаться и в других редакторах или в программах. А вот скорее, по-моему, там уже Unreal поддерживает эту технологию и еще, по-моему, какие-то программы. Ну и, соответственно, включая Substance Designer. То есть, это такая новая парадигма материалов. Она полностью создается тоже с помощью нодовой системы. Она полностью настраиваемая. Очень много параметров. Я дальше немножко расскажу. И еще Substance Designer позволяет создавать у нас 3D-модели на основе нодовой системы по типу как Houdini или Cinema 4D. Это, или как правильно сказать, Cinema 4D. Как называется? Scene Nodes. Она называется тоже, там создается вот это все. То есть, здесь можно создать модель. Здесь же, в этом редакторе, в Substance Designer ее затекстурить процедурными текстурами. То есть, и модель, и текстуры у этой модели, у этой общей сцены будут параметрическими. Вот. Так, ну и коротенько об интерфейсе. Я не знаю, рассказывать или нет, потому что время у меня сильно ограничено. Я просто скажу, что у вас интерфейс будет отличаться немножко по-разному, по-другому. Потому что здесь уже перенес панели по своим местам, где мне как удобно. Но принцип не изменяется. Здесь у нас отображаются параметры какой-либо ноды. Если я сейчас выберу Pixel Processor, вот у меня параметры. FX Map меняются параметры. А если вы щелкните вот здесь, вот левая кнопочка мышки, то меняются параметры всей вот этой сцены. То есть, всего графа. Большинство русскоязычных пользователей называют это графиками. Но это, по-моему, у них в корне неверно, потому что графики это одно. А именно графы это другое. То есть, я считаю, что графы это будет лучше называться так. Ну и, соответственно, если я выберу Value Processor, то у нас получается, у нас здесь тоже параметры этого Value Processor. Под параметрами чего-либо находится у нас Explorer. То есть, это тот самый проводник. Здесь у вас будут сами сцены, так называемые. А потом уже в них идут сами графы. То есть, сцены называются сабстанцами у нас, соответственно. И пишется расширение SBS. Слева у меня 2D-просмотр. Здесь можно смотреть какую-либо текстуру в 2D-виде. А здесь у нас 3D-просмотр. Действует эта левая кнопочка мышки вращения, средняя кнопочка перемещения и масштабирование колесико мышки. Есть такая одна клавиша здесь, которая действует буквально на все окна. Клавиша F. То есть, если я ее нажимаю, у нас объект центрируется по центру экрана и вписывается в эту рамку. Здесь то же самое. Если я хочу, например, сцена куда-то у меня убежала, я ее потерял, я нажимаю клавишу F, и у меня вот эти все 3 ноды на весь экран. Если я какую-то ноду одну хочу рассмотреть, то я нажимаю ее, нажимаю F, и она у меня одна сюда ставится. С текстурами то же самое, но я подробнее расскажу. Хотя можно какую-нибудь там взять текстуру, то есть ноду. Нода вызывается здесь, либо нажимаете клавишу пробел, либо нажимаете клавишу tab, кому как угодно. И что здесь хорошо, у вас сразу становится курсор, то есть фокус в окно поиска. И вот эта штука намного быстрее действует, чем вот эти ноды, которые наверху. Ну, я немножко сейчас об них побольше, попозже расскажу. То есть у вас курсор здесь установлен, вы можете нажать, начать набивать какую-то ноду, которую вы знаете. Вот, например, shape. Вот она. И здесь, соответственно, у нас квадратик появился. Соответственно, если я нажму в этом окне в 2D клавишу F, ой, вот здесь вот, надо щелкнуть, то у меня вот эта текстура на все окно будет. Здесь также есть такая кнопка, которая называется... Ну, расположить изображение по всему вот этому окошку. Вот. Также есть кнопка с этими, с 9 квадратиками. Это можно посмотреть текстуру, как она таялится. То есть, если я сейчас нажму, но вы сейчас немножко не увидите ее, сейчас я размер поменяю, масштаб. Вот. То можно смотреть, как эта текстура таялится. Так, что-то у меня опять монитор брахлит. Вот. Здесь, соответственно, можно перемещаться. По-моему... А, если увеличена текстура, можно перемещаться. Вот. Средняя кнопочка мышки. И если вы не знаете, как вернуться обратно, то есть колесиком у вас не получается, то нажимаете опять вот эту кнопку или клавишу F. Нажимаете на клавиатуре, и у вас она вписывается в экран. Вот эта рамка красная работает только тогда, когда у вас включен режим тайминга текстуры. Это показывает, где у вас настоящая текстура. Вот видите, наводите на нее. То есть это оригинал, а дальше уже у вас это маленькие копии этой текстурки. Чтобы из этого режима выйти, вы нажимаете опять вот эту кнопочку, и нажимаете либо F на клавиатуре, либо вот эту кнопку. И она вас показывает на весь вот этот экран. Располагает. Так. Об нодах Atomic. Это ноды, так называемый Atomic, которые уже на уровне ядра. Вы не сможете посмотреть здесь, из чего они состоят. То есть они работают вот на уровне этой программки. То есть это основные ноды, от которых берет начало другие любые ноды, которые здесь расположены вообще в программке. Вот. 99% сколько я видео видел, и мне тоже неудобно вот сюда лазить. Гораздо удобнее нажать клавишу пробел, и сразу вводить прям с клавиатуры, какую ноду вам удобно. Тем более вот эти все Atomic ноды, они располагаются у вас вот здесь вот, сразу в первом списке. Остальных нод здесь вы не найдете. Их нужно только искать в поиске. Вот. Либо брать из библиотеки вот здесь. Но это тоже неудобно, гораздо удобнее, намного быстрее нажать пробел, начать вводить какие-то ноды, либо тот же самый шум какой-нибудь, нойз, вот. Выбирать их здесь и так далее. Так. Дальше поехали. Давайте, кстати, покажу на примере, если я сейчас возьму ту же самую shape, форму. И если я по этой ноде правой кнопочкой мышки нажму, здесь есть такая ссылка, не у всех нод, соответственно, и точно в 100% не у нодов, то есть нет этого пункта у нод Atomic, то есть которые изначально были уже сделаны в программке. Есть такой пункт, который называется Open Reference, то есть открыть ссылку. Если я нажимаю на этот пунктик и нажимаю кнопочку открыть, у меня появляется внутренность этой ноды, shape, то есть из чего она состоит. Соответственно, она состоит из тех же нодов, то есть уже подготовленных форм, которые каким-то образом переключаются, когда вы выбираете параметры, что выбираете, там, квадрат, круг и так далее, там, эллипс. Вот, и уже на основе вот этого вашего выбора она отображается и выходит вот в эту ноду, которая, соответственно, является уже вот этой нодой. Так вот, если я пойду еще дальше, например, возьму вот эту форму, которая называется вот, shape, и нажму по ней правой кнопочкой мышки, и опять нажму открыть ссылку, то я уже перейду в fxmap. fxmap, по ней уже вы ничего не сможете сделать, то есть не сможете посмотреть, из чего она состоит, но сможете ее отредактировать. То есть если я нажму правой кнопочкой мышки и нажму ctrl-e, то я попадаю опять в нее же, и здесь есть такая нода, которая уже располагается вертикально, выводы. Так вот, эта нода работает на уровне графической карточки, и в основном вот этот fxmap, вот, fxmap предназначен для построения каких-то узоров, паттернов, ну, то есть текстур, где что-то одинаковое, например, кладка кирпича и так далее. То есть вот эта нода для этого предназначена. Это очень большая тема, поэтому мы ее пока рассматривать не будем, но это еще не самое сложное, поверьте мне. Дальше мы сейчас разберем все это дело, выходим из этой ноды, выходим из этой ноды, из shape. То есть, как вы видите, любой шум, даже давайте возьмем, посмотрим шум, из чего состоит. Вот, например, обычный, ну, давайте вот эту, первый сел возьмем. Вот такой шум, ячейки называется, если перевести на русский. Вот, если правую кнопочку мышки опять нажму, open reference, ссылку, вот она из чего состоит. Тот же самый fxmap, то есть это вот эти самые главные ноды, fxmap и пиксел процессор, о котором я буду рассказывать. Это уже ноды, которые работают на графическом процессоре, и это именно те самые кирпичики, из которых состоят все остальные ноды, ну, кроме Atomic, наверное. Вот. Так что вот так вот. Не забывайте об этом. То есть, любые вот эти ноды, которые есть в библиотеке, дальше покажу, они состоят либо из ноды fxmap, либо, в крайнем случае, из пиксел процессора, потому что пиксел процессор намного сложнее нода, чем fxmap. fxmap там более так понятно, вы можете вводить какие-то параметры, и можете даже создавать функции. То есть, здесь функция, такое, скажем так, понятие, оно везде присутствует, в любой ноде, в любом буквально параметре, вы можете любой параметр взять, я сейчас не буду, правда, это показывать, назначить какую-то свою функцию и даже делать отдельные свои ползунки, и вы можете видеть, то есть уже настраивать какую-то ноду, потом вы можете ее сохранить и передать либо другим, либо работать с этой нодой сами. Вот, то есть, вот эти все ноды, соответственно, они и состоят из этих параметров. То есть, вот этот параметр масштаб и дизордер, скажем так, дизориентация, можно так назвать, они были созданы именно вот этими функциями, которые внутри вот этой ноды находятся, внутри ноды ячейка. Так, думаю, немножко понятно, я немножко прояснил ситуацию. Итак, давайте посмотрим на библиотеку, я здесь немножко вывел сюда вот вкладочку такую, вот, итак, у нас есть функциональные ноды, но мы сейчас к ним не будем возвращаться, есть у нас текстурные генераторы, то есть, смотрите, сколько у нас их навалом, вот. Так, можно немножко побольше показать, я думаю. Так, medium, большие ноды. То есть, вот столько шумов, навалом прям разных генераторов. Дальше у нас идут фильтры, это фильтры либо цвета, либо уровни какие-то, либо вот, какие-то границы выяснять и так далее. То есть, очень-очень навалом прям нод вот этих вот фильтраций. Затем идут у нас фильтры материалов именно, обо всех об них там буквально невозможно рассказать. Дальше у нас, соответственно, идут какие-то mesh-based, какие-то тоже, я не знаю, что это такое. Дальше у нас идет 3D view, я так понял, это относится уже к сцене, к окружающему освещению. Дальше у нас идут PBR материалы, здесь поставляются немножко вот таких вот материалов, то есть, вы можете их подгрузить в сцену и посмотреть, с чего они состоят. Так, дальше у нас идут, соответственно, substance model graph, это те графы, из которых вы будете создавать 3D модели. То есть, вот эти вот графики разные, то же самое. Дальше MDL ресурсы, это у нас, соответственно, MDL материалы, а вот они вот сюда относятся. Вот, то есть, вот из этих нод вы будете создавать MDL материалы. Здесь очень-очень-очень много нод, но мы это рассматривать не будем. К тому же, на моем компьютере они очень сильно тормозят, буквально ничего невозможно сделать, там, не подвигать мышкой, ничего, я не знаю, с чем это связано, скорее всего, с моей старенькой видеокартой. Нас сегодня будут интересовать функциональные ноды, они очень простые, это буквально простые математические, операции, сложение, вычитание и так далее. Потом у нас идет косинус, синус, тангенс, и помимо функциональных вот этих нод, идут еще ноды, которые не имеют картинок, то есть, не имеют предпросмотра. Их, на самом деле, очень много. Если я перейду сюда, так, сейчас я, так, 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 вот сюда функциональные ноды, это тоже относится к функциям. Здесь уже огромное количество функциональных нод, видите, сколько огромное количество, о которых тоже, вот, например, sign, это меняет знак числа, с минуса на плюсы, и так далее. Это здесь уже чистая математика. То есть, ноды вот эти все, fxmap, и особенно пиксел процессор, давайте вам сразу скажу, чтобы не тянуть время, это тот же самый у нас пиксельный шейдер. То есть, сейчас скажу немножко, фрагментный шейдер, вот, это фрагментный шейдер. Кто не знает, что такое фрагментный шейдер, вы можете почитать замечательную книгу, сейчас я дам эту ссылочку, которая называется, вот, The Book of Shaders, то есть, книга шейдеров. Это знаменитая книга, переведенная полностью на русский язык, она полностью бесплатная, и я дам ссылочку на это дело, и вы посмотрите, что это такое. То есть, шейдеры, это такие микропрограммки, которые выполняются на компьютер, то есть, на графической карточке, соответственно, компилируются они в процессоре, а уже потом результат уже идет в графическую карту. Вот, и там они уже выполняются. Шейдеры выполняются намного быстрее, чем центральный процессор, соответственно, есть даже видеокарты специальные, но они не видеокарты, а основаны на видеочипе, но обрабатывают только какую-то информацию, там, математический, там, просчет погоды, там, которые сложные, вот эти все дела, какие-то молекулярные белки, и так далее. То есть, есть вот такие карты, которые выпускает NVIDIA, и еще, по-моему, AMD тоже, они не обрабатывают графику, но чип у них графический, то есть, специальные чипы, которые работают, именно обрабатывают какую-то математическую информацию, вот, которая намного быстрее работает, чем центральный процессор. Так, то есть, вот эту книжечку почитайте, и там все это объяснено. Сейчас я к ней немножечко еще вернусь. Так вот, любой параметр состоит, вот здесь, вот в этой программе, именно вот из этих функций. То есть, вы можете взять какой-то параметр, присваивать ему вот эти вот плавающие значения, дальше расскажу, что такое, целые значения, то есть, целые числа, и так далее. Вычислять какие-то косинусы, потом брать вот эти еще функции, которые здесь находятся, вот в этом списке. Я не знаю, именно почему у них нет предпросмотров, то есть, в смысле, они не сгенерированы заранее. Вот. Так что, вот так вот. И давайте поначалу. То есть, у нас есть нода Value Processor, то есть, вот эта вот нода, вот этот значок ее. Value Processor, это обычная нода, которая работает с какими-то параметрами. То есть, если я возьму сейчас правую кнопочку мышки и нажму Edit, то есть, редактировать, вот эти все три ноды редактируются Ctrl-E. То есть, вы выбираете ноду, нажимаете Ctrl-E, и вы попадаете в царство вот этих функций. То есть, если я нажму пробел, здесь у нас уже будут не ноды графические какие-то, а только функции. Вот. К тому же, здесь, как и с нодами Atomic, здесь не показаны все ноды, то есть, мне нужно что-то здесь, например, Fluor нода. Так, ну, Fluor у нас есть, по-моему, здесь. А, например, минус один. Вот видите, если минус один, то здесь уже другие ноды у нас появляются. То есть, если вы знаете название какой-то ноды, вы вводите сюда в поиск. Вот. Но функциональные ноды, которые основные, они все здесь представлены. Так, давайте выйдем из этой ноды. то есть, обычная функциональная нода, которая просто вычисляет какие-то значения. Дальше, по степени сложности, у нас идет FX Map. FX Map, я уже говорил, она состоит из нод, которые уже расположены сверху вниз, а не слева направо, например, идет сигнал у них. Вот. Она специально предназначена для создания каких-то паттернов, каких-то повторяющихся текстур, то есть, узоров и так далее. Она намного, то есть, сложнее, чем, соответственно, Vailoo Processor, но нода FX Map, тоже она внутри, может связывать свои какие-то значения, тоже с функциональными нодами, в том числе, с Vailoo Processor. А Pixel Processor, это именно фрагментный шейдер. Вы можете взять любой пример из интернета, из той же книги, вот этой, которая я вам говорил, с буквы шейдер, и переписать ее. Ну, как переписать? Здесь, соответственно, у нас будет писаться на языке, который называется JLSL, то есть, это специальный язык для написания шейдеров. Вот. Но вы можете взять и с помощью нод создать тот же самый шейдер, и он у вас будет тот же самый работать. Также еще я замечу один факт, не все знают, что Substance Designer поддерживает анимацию с помощью вот этого Pixel Processor. То есть, на уровне графической карточки у вас будет в прямом масштабе времени, но не в самом дизайнере, а так называемый, у вас будет, по-моему, как называться, Substance Viewer, или как же он называется, точно не помню программку, и уже в ней вы будете смотреть анимацию. То есть, анимация поддерживается в Substance Designer, вы можете включить специальную там функцию, которую я дальше расскажу. Вот. Но посмотреть результат в Substance Designer вы не сможете. Я вам приведу сейчас пример. Есть такой человек, его зовут Андрей Зеленко. К сожалению, у него почти нет уроков, как он все это делает, но вот это то, что вы видите, вот это все безобразие, просто голову сносительные, вот эти все штуки, анимации, вот эти всякие, какие-то физические столкновения, это все сделано в Substance Designer. И потом уже воспроизведено, по-моему, называется Adobe Player, сейчас немножко посмотрю, как это называется. Да, называется Substance Player, то есть, вы берете те ноды, которые вы создали, или ту сцену, анимированную, сохраняете, и открываете ее в Substance Player. Вот. И, соответственно, там уже будет воспроизводиться анимация. То есть, посмотрите, пожалуйста, я вам дам ссылочку на этого замечательного человека, какие он делает тут вообще вещи, которые не поддаются никак, никакому мышлению. Вот. И посмотрите, как это работает, все это дело. Так. А если кто знает английский, соответственно, вы можете переключиться здесь на английский язык и почитать эту книгу шейдеров уже на английском языке. К тому же, есть еще один сайт, который я дам ссылочку, называется он Inspiritan, Inspiritan какой-то. Вот. Вы проматываете на самую первую часть. Вот. Shader Toy Tutorial. Сюда нажимаете и вы можете прочитать про язык шейдеров и, соответственно, GLSL. Вот. То есть, все я вам расскажу. Так. Коротенько о шейдерах. Что такое шейдеры? Так. Сейчас устрою, нажму. Сейчас. Итак. Я буду по рисуночкам и, чтобы полностью не пересказывать текст, скажу. Так вот. Представьте, что у нас вот эта труба одна, это центральный процессор. Соответственно, в центральном процессоре может быть три ядра, например, шесть ядер, там, сколько там еще, девять ядер, но не факт. И, в общем, вам нужно вот эту кучу данных как-то пропустить через вот эту весь... Ну, допустим, в процессоре всего одно ядро. Вот. Вам нужно пропустить вот эту всю кучу за раз, чтобы она у нас улетела в трубу, скажем так, просчитать. Но вы этого делать не сможете, потому что процессор берет каждую частинку, то есть частичку вот этих данных и каждую частичку пропускает и уже обрабатывает каким-то образом. Так вот. Пиксельный... То есть, это графический процессор немножко устроен по-другому. Графический процессор состоит из множества таких микропроцессоров, скажем так, называемых. Это называется шейдерные процессоры. Вот. То есть, которые обрабатывают за раз вот эту всю кучу могут обработать. Соответственно, у них тоже есть какой-то предел. Например, вы можете почитать, что в спецификациях к вашей графической карточке сколько у вас там каких-то, ну, скажем так, или, по-моему, они называются вершинные шейдеры или фрагментные шейдеры, сколько-то там у вас на этом процессоре есть этих штучек. Вот. Соответственно, представьте эту кучу и вот этот процессор, соответственно, она сразу улетит через все вот эти процессоры и как только каждый вот этот микропроцессорик обрабатывает какую-то информацию, он ее забывает, тут же и поступает следующая информация. То есть, графическая карта, она никогда не простаивает, она постоянно что-то обсчитывает. Вот. То есть, понятно, да? Что быстрее будет, кучу прогнать через вот эту маленькую трубу или вот эту кучу просеять как через сито, бросить ее, и она сразу у вас с себя уйдет. То есть, вот так вот работает у нас графический процессор. И, соответственно, так работают у нас шейдеры. То есть, есть такой язык GLSL называется, на нем пишутся шейдеры. И это то же самое, что у нода Pixel Processor. То есть, я вам сразу говорю, еще раз говорю, что у меня времени маловато, и я вам сразу выдал эту информацию. То есть, вы можете в Pixel Processor уже создавать какие-то намного, то есть, у вас не поддается там описанию, то есть, это полностью зависит от вашей фантазии. То есть, с помощью этой ноды вы можете повторить все буквально ноды, которые присутствуют в Substance Designer. Это будет намного труднее. Это, кстати, не очень рационально, если у вас уже присутствуют какие-то предустановки, например, те же самые ноды шума и так далее. Но, если вам не хватает какой-то, какой-то ноды, какого-то там эффекта и так далее, из всего списка, который представлен в Substance Designer, вы можете спокойно, хотя вы можете взять сначала ноду, конечно, и в Xmap попробовать с ней что-то сделать. Но если не хватает и ее возможности, то у вас только один выход, это в Pixel Processor. То есть, она намного быстрее работает, чем остальные ноды, потому что она работает уже на уровне графической карточки. И будет, соответственно, потреблять меньше памяти. То есть, вот такая вот замечательная нода. И сейчас я проведу некоторые примеры, и если будет время, то расскажу уже подробнее об этой ноде. чтобы выкликнуть, чтобы выкликнуть.